Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас видео про покраску волос и про вечерний уход. Итак, поехали! Всегда крашу с вами волосы. Всегда тысяча вопросов в комментариях, что за цвет. Чуть-чуть вниз полистайте. Всегда крашу с вами. И в видео всегда есть заголовок, что покраска волос. Корни отросли очень сильно. Вот уже видите сколько. Они седые. Вот мой натуральный цвет волос. Пора уже краситься. Делала масочки, как раз не тонировалась. Мы будем с вами красить краской Point. И я крашусь уже не первый, не второй, не третий, не четвертый, не пятый раз. Все время забываю перевернуть вас. Краска Point. До этого была покраска у нас с вами, у меня L'Oreal осталось 8,11 плюс 9,63. 9,61 point. 8,61. До этой покраски было 8,1 плюс 8,61 point. Сейчас я решила взять девяточку. А здесь у нас с вами 9,1 светлый блондин пепельный и 9,61 светлый блондин фиолетово-пепельный. Именно он дает, спасибо девочкам, я в свое время в комментариях подсказала, нейтрализацию и желтизны, и зеленого оттенка. Потому что самостоятельно, когда красишь, он может проскальзывать, особенно на пепельных оттенках. Поэтому меня полностью устраивает сейчас мой цвет волос. Решила только взять девятку, потому что восьмерка как-то светловато. У меня уровень девяточки, в принципе. Вот, почти все подснулось. Почему люблю эту краску? Потому что она бюджетная, полупрофессиональная. И здесь надо смотреть. Иногда бывает дешевле на зону. На зону, по-моему, ни разу я не была дешевле на Валперес. Иногда дешевле набора вместе с Оксидантом. Но я купила его отдельно, взяла себе шестерку. Потому что в этих красках и восьмерке идет девятка. Вот такой баллон, девчонки, шестерки, литр взяла за 400 с чем-то рублей. А краски они около 200 рублей стоят. Вместе с Оксидантом можно найти, бывают акции тоже. В общем, мне нравится. Здесь палитра офигенская. И здесь два тюбика. То есть одной пачки на два покрашивания. Но если, в принципе, вы красите одним цветом, то... Смотря какой длина у вас волоса, может одного тюбика хватить, может другого. Поэтому я беру один тюбик 9,61. И беру один тюбик 9,1. Даже на тюбиках написано. Все бликует. А остальные убираем до следующей покраски. Так. У нас получается сколько? 50 мл. Приблизительно 100 мл оксиданта нам нужно налить. Вскрываю тюбики. Они все запечатаны. И все. Взяла себе мисочку такую вот из-под мороженого. Которую потом можно выбросить. И выдавливаем. Краска вонючая. На девятке мне поджигала даже голову иногда. Ну, не всегда. Последний раз нет. На шестерке, надеюсь, не будет. Сейчас посмотрю. Вот столько ее получилось. Двух тюбиков. И теперь приблизительно 100 мл оксида. Наливаем. Набрызгала. Перемешиваем. Так. Моя большая кисть для покраски куда-то делась. Будем краситься маленькой. Все время все куда-то уходит. В сторону моря. Все вот так хорошенечко размешалось. И будем сейчас наносить. Как я крашусь? Наношу по проборам. Сейчас я правда хочу начать, кстати, сзади. Надо мне где-то заколочку найти. Ладно, сзади короткие волосы. Так, потому что сзади у меня немножко они потемнее. Хочу с них начать. И потом будем переходить с вами сюда. Я покрасила свой тыл. Волосы в краске должны купаться. Поэтому на ощупь это делать очень легко. В краске, кстати, нет перчаток. Поэтому если вам они нужны, то, пожалуйста, я крашусь без перчаток. Дальше я все делаю по проборам. Все как бы элементарно просто. Корни прокрашиваю. Краски должно быть достаточно. Особенно, когда мы красимся в такие цвета. Если вы не хотите быть многоцветной, краски должно быть много. Поэтому для меня поинт вообще прям идеальный вариант в этом плане. И краски много. И стоит она бюджетно. Вот таким образом. Потом хоп. Параборчик. Отросли, прям так отросли. И таким образом всю голову. Кончики я домашью через 10 минут. Не хочу их сильно жечь. Краска уже начинает темнеть или не видеть на глазах. Но мы этого не боимся. Мы знаем, что через одну-две помывки у нас все это дело смоется. Убираю краску с лица. Излишки, я имею ввиду, с шеи. И будем с вами делать вечерний уход. Заодно сейчас с вами протестируем новиночки. Ну, новиночки для меня, да. Это фичина. Мы уже с вами обозревали этот итальянский бренд. Была у меня зубная паста. Я ее с радостью израсходовала. Мне, кстати, безумно понравилась. Несмотря на то, что она не пенилась. И не было в ней такой свежести. После нее такой свежести во рту. Как после таких ядреных мятных паст, да. Но она так круто очищала. Она мне подошла безумно. Я пользовалась с радостью. Я взяла не такую же, а другую. Решила попробовать. Это на Валберс купила. Ссылки я вам оставлю. Молочко для тела. Крем для ног от усталости. Тоже очень крутые. Они у меня еще есть. Я им еще пользуюсь. Так, давайте начнем с пасты. Распакуем ее сейчас сразу. А дальше будем тестировать молочко для снятия. Молочко для умывания. Вот так выглядит упаковка. Она, кстати, полностью перерабатываемая. С перерабатываемым материалом. Это у нас органическая зубная паста. Со вкусом лимона без фтора. 75 мл. Объем большой. Мне той пасты очень надолго хватило. Есть подробная инструкция внутри. Итальянский бренд производится, кстати, тоже в Италии. Вот эта упаковочка перерабатываемая тоже. Они такие удобные. Так, здесь мы делаем с вами прокол. Зубы чистим мы будем попозже. Я просто хочу посмотреть. Мне интересно, такая как будто белая гелевая. В производстве используются натуральные масла. Никаких парабенов, силиконов, ничего там такого нет. Полностью органическая косметика. Ой, лимончиком, лимонником. Знаете, как пахнет, как вербена фаберлик серия. И гель такой плотники. Ой, класс. Мне вот эта по вкусу даже больше нравится, чем предыдущая. Бликует. Ну, коробочку, если запомните. У них не так много паст. Поэтому, я думаю, вы запомните. По названию тоже. Лимонное написано. Ай, как классно. Очень вкусненько. Вообще здорово. До этого у меня, по-моему, была отбеливающая. И она, кстати, не повышала чувствительность. Вообще не играла. Начинать мы будем с вами с молочка. Смотрите, такая упаковка приятная. Не могу понять, из чего сделана. Она какая-то тактильная, такая приятная. Как будто как просиликоненная. Классная. Так, у нас есть здесь что-нибудь по-русски. Афичина Нейчурл. Это понятно. Мэдди Нетели. То, что косметика не тестируется на животных. Эко-бренд. Составы мне, кстати, очень нравятся здесь. Здесь много натуральных масел. И очень много экстрактов. Составы вообще классные. Слушайте, по-русски ничего нет. В общем, это у нас с вами молочко для умывания. Здесь я вижу календула. И что-то еще. Сейчас мы откроем. Может быть. А, вот очищающее молочко для чувствительной кожи лица. 200 миллилитров. У нас внутри с вами еще бумажка будет обязательно. Нет никаких силиконов, парабенов, синтетических масел и так далее. Вот это вот очень подкупает. Это сейчас очень популярно. И мне прям хотелось попробовать. Потому что молочко для тела мне безумно понравилось. Очень классно. Так, бумажка. Здесь вот у нас с вами подробное описание. Как раз на русском языке присылают. Так. Ага. Срок годности. Про упаковку. Про органические ингредиенты. Про перерабатываем упаковку. Доснизить воздействие на окружающую среду. Нет никакой защитной фольги. По этой причине. Именно другого типа защитной мембраны на упаковке продукции. Фичина. Это сделано осознанным для снижения вредного воздействия. Представляете, как здорово. Сертификат. Есть. Все как бы здорово в этом плане. Все отлично. Так. Молочко. Бутылочка вот такая. Вот так выглядит. Красивенько. Как и молочко для тела. Похож. Сейчас будем тестировать на момент снятия макияжа. Ой, какое молочко плотненькое. Слушайте, расходное. Он будет маленький. Запах. Краска пока все перебивает. Ой, вкусненько чем-то пахнет. Травками какими-то. Травками и цветочками. Отварами трав. Но очень такой есть притягательная нотка. Моя любимая. Цветущая липа. Вот тут я тоже ее чуть-чуть чувствую. Но вообще, такой еле-еле уловимый. Молочко. Прекрасной консистенции. Как бы в этом плане все отлично. Сейчас мы слегка с вами смочим лицо. Я все это делаю с краской на голове. А потому что, а потому что, мамочка, надо делать все быстро. Ой, какое нежненькое. Ой, класс. Так, как следует пройдемся по лицу. Я, кстати, очень давно не брала формат именно молочка для умывания. Не знаю, почему. Как-то пенки, что ли, они удобнее. А тут вот захотелось разнообразить. Пенки, наоборот, надоели. Захотелось именно молочко. Оно такое, прям, знаете, вот чувствуется, что есть питание. Чувствуется, что масла есть. Прям, мне кажется, таким молочком еще очень хорошо массаж лицовой сделать. Прям ручки катаются по коже. Проблемные места. Чем так дальше я буду, девочки, очищать, очищать. Глазки от макияжа. Молочком мы это не делаем. И пентом мы это не делаем. Нам нужна обязательно мицеллярная вода. Но мы с вами любители поэкспериментировать. Почему бы нет, да? Поехали. Опять я ничего не вижу, но вы будете наблюдать все. Ой, тушь, по-моему, смывается пальчиками, чувствую. Вот так. Все, я пошла умываться. Ой, ура, ура! Макияж смылся, девчонки, как классно. Весь растворился, все здорово, замечательно. Я знаю, что нужно мицеллярку его сначала смывать. Особенно, девчонки, даже если вы не пользуетесь декоративкой, но пользуетесь кремами с СПЛ. Их нужно обязательно смывать либо гидрофильным маслом, либо мицелляркой сначала. А потом уже молочко, пенка, гель и так далее. То, чем вы пользуетесь. Но нам с вами всегда интересно проверить все средства на момент снятия макияжа. Мне понравилось. Слушайте, мне понравилось. Очень понравилось, я хочу сказать. Вот этот момент напитанности легкой на коже он остался, но никакого жирного блеска, ничего нет. Кожа очищенная, поры очищенные. Как бы все прекрасно, никаких нареканий. Голова сиреневая, что тоже в своем роде очень хорошо. Сейчас будем кончики красить. Вот мне понравилось. Очень мягенькая такая прям. Нет какого-то желания быстренько сбрызнуться, нанести кремушек. То есть, в принципе, вообще все нормально, ничего не стянуло. Все хорошо очистилось, кожа мягенькая. Все отлично. Мне понравилась умывалочка. Вообще зачет, просто зачет. Запоминайте. Афичина. Сейчас скажу точно по-русски. Очищающее молочко для чувствительной кожи лица. Классно. Кто любит формат молочка, вам зайдет однозначно. Бренд как называется. Я вам сейчас поближе покажу. Так не видно. Так, что сейчас я буду делать? Сейчас я буду красить кончики дальше. Все, вот уже все, глава сиреневая. Готово. Теперь мы все сиреневые. Так, что мы делаем с вами дальше? Дальше, Тоник. У меня либо вечерний океанум, либо серия эксперта, зелененьким написано прозрачным, да? Который с кислотами. Но сейчас летом я стараюсь кислоты сбегать. Успеем еще осенью накислотиться. Погнали. Света, какой уход? Ты же потом будешь голову мыть. Да. Я так делаю, кстати, часто. И я умею мыть голову, чтобы ни капли воды не попало на лицо. Протонизировались как следует. Мне очень нравится формат спрея. Я потом сюда перелью гиалуронку Тоник. Так, дальше. Дальше я хочу с вами потестировать тканевую масочку. Потому что никак до нее не дойдут руки. Давайте начнем с вот этой коэнзим Q10. Это новинка прошлого каталога, то есть десятого каталога. 0075. Да, что нам обещают? На 15-20 минут. Это понятно. Как раз через 15 минут я пойду смывать краску. Пока посижу полулежа в масочке. Так, коэнзим Q10. Антиоксидант. Вот. Нитрализует действие свободных радикалов. Стимулирует регенерацию клеток. Синтез коллагена. Делает кожу более плотной. Выравнивает текстуру и тон кожи. Замедляет фотостарение. И препятствует появлению пигментных пятен. Вот знала, что брала, да? Все предыдущие маски Токаневый Фаберлик мне не нравились. Вообще я не видела от них эффекта. А то и наоборот еще хуже. Где-то что-то. Заломы какие-то почему-то. Покраснения. Поры расширенные. В общем, вообще не нравились. Давайте пробовать эту. Чпоньк. Очень много сыворотки. Я в ней сейчас еще и скупнусь. Причем хватит, скорее всего, на все тело. Ай, уже хватает, девочки. Уже хватает. Вот, я ее стараюсь развернуть над ванной тихонько. Лекала тоже мне не нравилась. Может быть, здесь немножко изменили что-то. Сейчас посмотрим. Нам главное с вами на краску не зайти. Не будем заходить. Хотя хватило бы. Немножко подогнуло. Возле носика хочется разрезать. Я сейчас разрежу. Потому что тут, если натянуть, чтобы плотно прилегало, да, вот так, тогда она по бокам находит на глаза. Это не айс. Все течет. Почему в лекалах? Даже в дешевых масках делают надрезы, чтобы можно хорошо было на лицо наложить маску. А здесь, получается, делаешь из масочки залом. Но когда есть надрезы, все гораздо эстетичнее. Ну вот как-то так. Видите, она вот здесь в районе носа натянулась. И если вот ее подтянуть сюда, то все уже на глаза маска налезает. То есть разрез глаз. Глаза должны быть близко посажены. Для этого лекала. Но по-моему, она все равно чуть получше, чем было. Я давно их не брала. Естественно, так тихо на волосы не заходим. Видите, везде ее приходится подгибать. Но сделайте на лекалу сразу на отрез. Мне кажется, для заводов и верлек это вообще не проблема. Все, я пошла лежать. Сейчас вот тут вот разрежу прям ножницами. Прилеплю как следует. Обольюсь оставшейся сывороткой, потому что там ее полуму. Потом с вами с вами с вами волосики посмотрим на эффект от масочки. Ну что, мои хорошие, прошло 15 минут. Давайте смотреть на масочку. Она еще очень влажная. Ее можно еще отжать и сто раз носить. А сыворотки хватило практически на все тело. Так. Ну прям очень влажная. Лицо пока судить трудно. Но, по крайней мере, ничего плохого сказать не могу. Сыворотки дофигища. Ничего даже пока не впиталось. Я не посмотрела, надо смывать или нет. Потому что некоторые маски Фаберлик надо смывать. Тканевые, некоторые нет. Уже отнесла упаковку. Пустые баночки. Ну и ладно. Мы не будем смывать. Мы посмотрим. Ладно, пусть пока впитывается. Давайте волосы уже смывать. Все смыли. А что по маске? Причем прошло уже минут 20. Пришлось отлучиться. Липкость есть. Но вот уже через 20 минут она начинает проходить. Даже если там написано смывать, я не буду смывать. Я хочу посмотреть на эффект. Да? На утро. Я всегда по таким маскам сужу на утро, как выглядит кожа. Ну и после. Пока меня, в принципе, все устраивает. Она напитанная. Она такая лоснящаяся. Но некоторым девочкам наверняка захочется ее смыть. Потому что вот в начале был прям такой эффект тяжести на лице. Очень плотный, очень такой масляный, питательный консистенции. Вот видите, липкость еще есть. Но я оставлю все это дело на ночь. Пусть все как следует впитается. Завтра с утра еще с вами посмотрим. А так пока нравится. Знаете, нравится. Напитанный какой-то ухоженный вид у лица. Так. Волосики я тоже покажу завтра. Потому что сегодня я их мучить уже сушить феном не буду. Высохнут естественным путем. Завтра уложусь. Я вам покажу какой цвет. Расскажу, чем я тонируюсь. И дальше поддерживаю цвет. Так, чтобы вопросы все по покраске отпали. Сейчас из ночных процедур. Пользуюсь кремом Эксперт. Крем пока никакой наносить не буду. А так добиваю гиалуронку. У меня был с ней перерыв. Походу я уезжала со средствами Green Karma. А сейчас дома добиваю гиалуронку. Чуть-чуть осталось на пару раз. Эксперт по распродаже по срокам годности. Второй шаг. Артикула на баночке нет. Но мне нравится. Он у меня почему-то иногда пощипывает. Плюется он, правда, неудобно совсем. И чаще всего на носике остается средство. А я наношу его на свои морщинки. Я так делать могу и утром, и вечером. В общем, когда у меня время есть, тогда я так и делаю. Подглазки, наглазки. Вот так, достаточно таким плотненьким слоем. И что мы делаем дальше? Дальше мы патчи лепим. У меня еще пока визе. Нашла патчи еще дешевле визе. Девчонки, 160 или 180 рублей. Взяла их отзывы хорошие. Пока не распечатывала, буду делать это вместе с вами. Хотя визе, девочки, кто брал, как бы все сказали, что от фаберник не отличить. Поэтому, если нет разницы, зачем платить больше? Потому что я именно вот так их одеваю. Лифтинг эффект. Да? Острыми уголочками вверх. И вот сюда вот. Опачки. Один. Че ты тут загнулась-то? Вот на свою лобную морщинку. Вот и все. Вот и весь уход. Вот и весь уход. Классный такой, банальный. Но в то же время суперский. Так, а что мы еще с вами не сделали? Сами зубы не почистили зубой пастой. Мех. Щеточку смочу. Мне так понравился вкус. Я так люблю вообще лимонник во всех проявлениях. Сейчас попробуем, как будет чиститься. Такая полупрозрачная, белесовая, гелевая, очень плотненькая текстура. Ой, какая вкусненькая. У той, девчонки, пасты был больше вкус трав, у первой, которую мы с вами взрывали. Я в конце видео прикреплю ролик с обзором. А тут прям лимонник классный. Ладно, я чищу. Слушайте, классный привкус такой прям лимонника, натурального лимонника. Он мне очень нравится. Эмаль чистая, зубки блестят. Все хорошо. Причем вот эта свежесть, она не мятная от этого лимонника. Она остается. То есть достаточно яркий такой вкус. Это классно. Дыхание свежее. Вот этот вот лимонник вообще классный. Супер. Вот эта паста мне понравилась еще больше. Так классно было. Это вообще. Ой, какие чистенькие. Кто-то мне в комментариях из девочек написала, если зубки блестят, значит они здоровы, значит правильный уход. Я вообще целиком и полностью сейчас, конечно, за натуральную косметику. Потому что, блин, мы и так нашей природе, нашей планете навредили. Посмотрите сейчас, какие катастрофы кругом. Катастрофы, иначе не назвать. Практически в каждом городе ураганы. И они часто, очень часто, я такого давно на самом деле не помню, именно ураганы. Не то, чтобы до уши пошел, еще что-то такие, ураганы, что-то падают деревья. В смерчи, в Сочи, да это вообще страсть. Природа уже противится нашему воздействию, поэтому почему бы нет. У меня и паста, и молочко, и в чай ночью поздравлюсь, я прям рада. Так, ну все, мои хорошие, уходные вечерние закончили. Я иду отдыхать, а завтра вам все расскажу. Девчонки, пока не забыла, показываю цвет волос. Очень красивая девятка, вот как он смотрится на солнце. Потом, да, вам покажу про тонировку, расскажу. Прекрасная девяточка, я прям счастлива. Все равномерно, классно, супер. Тенечки. Ну, очень красивая девятка. Светленький, красивый, оттенок супер. А дальше тонировка будет. Такой цвет при искусственном освещении, светленький, прям светленький, хорошенький. Порешочки немножко потемнее. Ну, в следующий раз, когда буду муть голову, буду тонироваться. Но мне в целом нравится. То, что было, только немножко посветлее. Так, показываю свою тонировку. Чем я мою потом голову от покраски до покраски. Не каждый раз, через раз где-то, но тем не менее. Смотрите, красотки. Я надеюсь, после этого видео немножко вопросы отпадут по цвету волос. Это концепт. На Велбер избрала, по-моему, или на Зон. В общем, надо смотреть, где дешевле набором они продаются. Шампунь. Серебристый для нейтрализации желтизны. Пепельный у него оттенок, по-моему, он называется. Да, у меня был такой до этого бальзам маленький, я брала на пробу. Именно пепельный. Но от него немножко не такой красивый оттенок, как от моего, который сейчас покажу. Да, тоже красивый, он пепельный, но он прям пепельный. А когда вот такой вот шампун пепельный, он ярко-синий там или фиолетовый. Вот. И все как бы нормально. Так, и бальзам. И бальзам тоже концепт. Арктический уже, тоже литровый. Он у меня вот такая вот розовая этикеточка. Именно арктический блонд, девчонки, потому что он дает вот этот офигенный цвет волос, который наблюдаете вы последние два месяца. Я брала их в наборе, так дешевле. Поэтому надо мониторить, смотреть, где такие наборчики дешевле. И чтобы по цвету вам все подходило. Да, вот так. На этом видео буду заканчивать. Надеюсь, я на все вопросы ответила. И пока их хоть какое-то время не будет на моем канале. Нейтрализует желтизну. Ну, ура. На раз-два. Прямо самые желтые волосы нейтрализует. Сколько вам держать будете смотреть по исходному полотну и вообще по структуре волос. Посмотрите. Первый раз можно просто помыть, как бальзамчиком сразу смыть. Посмотреть, если вам мало, можно подержать подольше. Я иногда держу подольше, а иногда просто смываю сразу. Так, все, мои хорошие. Всем пока-пока. И да, ссылочки на фичина под видео. Прямо вверху.